друзья всем привет в этом видео мы сделаем обзор нашей квартиры расскажем в каком районе мы снимаем за какую стоимость что туда включено и также вам покажем как самостоятельно искать себе жилье на аренду либо покупку также как и арендовать байки либо машины все это вы увидите в этом видео поэтому не переключайтесь и погнали вот так выглядит вход наш кондоминимум это место для посылок которые приносят вот наше название спайс надо имел такая красота зона ожидания почтовые ящички для квитанции соответственно сам ли в листе система безопасности по карточкам то есть ты можешь только на свой этаж только по карточке если нажму другой она просто не нажмется видеть всего на безопасность коридор с кучей кучей на каждом этаже есть комната для мусора так квартира начинается с кухонной зоны она получается поделена вот на два таких столика большая рабочая поверхность что очень удобно и что очень редко кстати встретишь в тайских квартирах небольшой квадратуры и однобедренных тут раковина здесь уже зона для готовки вытяжка встроенная плитки встроенной нету но нам вот такую предоставили на одну компотку конечно маловато но в принципе неплохо нормально так чайник здесь холодильник холодильник ну достаточно такой я считаю вместительный не прям маленький потому что есть квартиры в которых прям маленькие холодильники они конечно тоже двухкамерные но маленькие этот вместительный много чего чего помещается морозильная камера холодильное отделение то есть классно микроволновка есть шкафчики здесь вот устроена таким вот открытым образом но как бы в принципе неплохо вот получается стиралка автомат да там полочки здесь шкафчик для одежды в нашем случае у нас здесь обувь сумки но и так хозяйственные небольшие здесь рабочая зона у нас расположен компьютер это уже наша личная инициатива поставить нам не хватало хранения так как нас тут живет три человека квартира однобедренная все-таки она для одного тире двух но мы втроем с ребенком тут поэтому нам нужны были дополнительные места для хранения здесь обеденный стол пожалуйста как бы мы тут даже втроем садимся как бы тесновато но достаточно удобно нормально общем диванчик также небольшое телевизор здесь у нас вот тумба по телевизором оккупирована полностью ребенком его игрушками так это выход на балкон я сейчас тоже покажу его переходим спальню спальня вот спальня кровать ну такая достаточно большая как бы для нас для двоих нам нормально тут вот тумбочка здесь шкаф для одежды шкаф кстати тоже достаточно большой тоже очень вместительны там у нас чемоданчики лежат и подушки которые мы не используем окошко пожалуйста вот она полные до пола скажем так кондиционер кондиционеры у нас в каждой комнате есть по кондиционеру спальне ну вот и зале кондиционер тоже были новые так далее далее вот тут есть туалетный столик небольшой зеркальце с полочкой с ящичком то есть пожалуйста для девочек для нас это очень классно так ну и ванная комната выглядит вот таким вот образом душевая кабина водонагреватель ну естественно унитаз там раковина и большое зеркало вот таким вот образом мы и живем сейчас покажу балкончик вот получается выход на балкон балкон небольшой но как бы в принципе достаточно вместительный здесь у нас сушилка вот и два блока кондиционера пенечки вот так что вот так вид из нашего окна вот такой вот парковка достаточно большая на машину помещают сюда много мы приезжаем также 8-9 вечера у нас всегда есть где поставить машину но если вдруг нет места на парковке то можно оставить вон там здесь получается это здесь располагается тренажерный зал он небольшой также здесь есть каворкинг и конференц-зал тоже небольшой как-то вот так вид с нашего окна открывается на бассейн вышел купаешься забираешь на движечки есть пожалуйста отдыхаешь и вот так вот еще там горы 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 теперь перейдем собственно к тому как арендовать жилье квартиры либо машины существует всего три варианта по крайней мере которые нам известны один из них это заходите на фейсбук выбираете вот marketplace здесь ставите аренда недвижимости открывается вот карта всего пхукета выбираете район плюс-минус который вас интересует допустим вот сюда куда-нибудь в район потонга поедем чем ближе вы приближаете карту тем больше появляется объявление о аренде вот допустим 10 тысяч бат посмотрим что это за объявление это 1 бедрумная квартира 1 спальня один салузел ну соответственно вот так она выглядит вот с такой кухней тай-стайл старенькая все под убитая но зато на 10 тысяч бат идешь вот так другой вариант посмотрим куда-нибудь давайте уже накатанной допустим давайте съездим на пляж к пляжику поближе дорогое все ну у кого бюджет разный конечно можете такие варианты рассматривать за 200 тысяч бат сюда давайте съездим вот 20 тысяч бат прям возле моря так что съехала туда вот ну вот бассейн на территории какой относительно более-менее свежий ремонт это 2 бедрумная кстати квартира забыл сказать с одним санузлом стоимость 20 тысяч бат в месяц получается он там была вторая комната это первое видимо родительская мастер бедрум ну вот вот так вот это все выглядит то есть выбираете ищите тот вариант который вам понравится в том районе но сразу скажу по поводу такого варианта поиска жилья во первых 80 процентов объявления здесь не актуальны не знаю почему тайцы их не удаляет они просто висят вы будем писать о нем даже не отвечать не будут на эти сообщения это первый момент второй момент заключается в том что не всегда фотографии которые вы смотрите могут соответствовать действительности почему потому что они как только строят эту квартиру либо дом либо ремонтируют эту квартиру либо дом они делают эти фотографии которые вы видите в данный момент спустя там 5-10 лет они будут выклады также это объявление с этими же фотографиями будете смотреть что типа все прикольно круто там новенькая по факту приедете там все убитое будет в плесне там разрушены вообще не будет соответствовать действительности не знаю почему так делать поэтому будьте осторожны никогда не переводите не залоги заранее ничего то есть приехали посмотрели все понравилось взяли и забыл вам сказать собственно как-то как писать это происходит загружалась забыл вам сказать как писать сейчас вот любое объявление зайдем где-то с интернетом беда какая-то вот неважно любое объявление то есть куда она появляется объявление то есть вот есть вкладка отправить сообщение пишите им свое сообщение такого такого плана все ну и отправляете но тут процентов говорю 20 что вам ответит но если ответить то соответственно уже договаривайтесь с продавцом и едете и встречаетесь и смотрите устраивать вас эти варианты или нет но на будущее советую все-таки поедете то в этом районе посмотреть там два три может быть варианты чтобы потому что расстояние от мест проживания очень большое и чтобы сразу там от одной поездкой грубо говоря посмотреть там два три варианта которые вам понравились или интересуют также хочется отметить что получается вы когда написали сообщение доступна ли эта квартира для аренды в сам facebook сообщение не приходит то есть нужно будет отдельно устанавливать мессенджер через google об или там аппстор но то есть зависимости от того какое у вас устройство мобильное и сообщение будет уже отображаться там если недоступно они пишут но но ты вы его был тогда они некоторые риэлторы могут предложить другие варианты вдруг вас что-то другое устроит кто-то не ответит конечно таких тоже очень много что не отвечает ну то есть курс по поиску мы вам провели можно так сказать это вот один вариант так что касаемо аренды транспортных средств там машины или байков то есть заходите во вкладку транспортные средства здесь выбираете допустим автомобили вас интересует можно даже под выбор то есть продажи какая-то дождите да но ты все в куче показывает то есть ну возможно можно как-то еще фильтры настроить но посмотрите разберетесь то есть вот вы листаете тут скорее всего можно в поиске написать корр лент до карфу рент вода поиски у конца карфу рент они вот вылетают то есть видите суточная аренда есть месячная аренда допустим вот toyota вирус какой тут год у нас 19 год 17000 бат то есть вот такой простенький также то же самое отправить сообщение уточняете актуальное объявление или нет вам отвечаю там да нет едете смотрите нос но мне эти смотрите основанию его привозят к вам ваша команда либо ваш дом где вы находитесь в общем неважно и они вам привозят уже по факту смотрите там прям на капоте грубо говоря заключаете договор вносите аренду депозит депозит обычно в районе пяти ну может быть максимум 10000 бат зависимости одну от машины какого класса машины ну и вот таким способом также байки то есть можно указать вот байк какой-то и 10 тысяч бат рента не зная в байках не силен не разбираюсь в какой-то in max а x-max да я слышал что вот их как-то рекламирует что они мощные все это же самое то есть берете отправляете но также учтите что 80 процентов этих объявлений не актуально поэтому писать придется много писать придется много и все это уточнять все вот она как на ладони друзья ну второй вариант которые мы хотели бы вам озвучить это самостоятельный поиск жилья то есть вы берете выбираете в том районе в котором вы хотите жить смотрите какие там есть там жилые комплексы либо кондоминиум выбираете там по интернету на сайт заходите смотрите нравится вам или не нравится берете свою машину или байк садитесь приезжаете туда если это речь идет о кондоминиумах то во всех кондоминиумах есть офис заходите в офис находите там менеджера и соответственно уже спрашивать у него имеется ли что-либо в наличии здесь и как это можно посмотреть они всегда если что-то есть идут вам на встречу соответственно пойдут вам покажут варианты которые есть за какие деньги и тому подобное то же самое что касается и жилых комплексов в основном всегда у них там тоже есть офисы но если даже нету то соответственно вам просто нужно быть ножками проходить везде много баннеров висит и потом house for rent там и тому подобные апартаменты for rent то есть все это есть телефоны есть можете позвонить написать и соответственно они вам подскажут актуально это или нет еще хотел сказать на что обратить внимание как я уже ранее сказал что фотографии почти всегда не соответствует действительности то есть они делают гораздо заранее перед тем как выставлять вот так же прошу вас обращать внимание на плесень очень много в этом году вообще в принципе сезон дождей какой-то затянутый очень много квартир с плесенью с прям запахом который заходишь у тебя прям резкий запах плесни в котором в принципе находиться невозможно они как бы это еще сдают обращайте внимание на двери вот где стыки дверь где дверь закрывается то есть там на не могут саму дверь допустим помыть там попшикать чтоб типа вкусненько пахло но вот ну ходите пристально присматривайтесь к плесени потому что плесень очень ядовитое дышать и конечно же нельзя это очень плохо будет влиять вашему здоровью также не стесняйтесь открывать это все шкафчики очень проверяйте под смесителем здесь и фон новое там или не новое потому что это старая она уже будет все сгнившие там очень плохо будет все у вас там понять и сливаться соответственно также проверяйте щели балконных дверей если там щели внизу наверху потому что если там есть щели они есть они бывают то туда соответственно могут заползать всякие там паучки скалопендры и тому подобное ну никому не хочется делить свою площадь с такими насекомыми поэтому обращайте на эти моменты внимание также уточняйте по поводу стоимости коммунальных услуг то есть есть стоимость коммунальных услуг которые по государству допустим ну сейчас уже не помню сколько допустим 5 бат за киловатт электроэнергии до стоит это по государству а если вы снимаете дом либо виллу хозяева этой виллы могут вам сказать что вот мы типа будем вам выставлять 15 бат за киловатт этой энергии соответственно как бы там в 2-3 а за дороже то же самое касаемо водой то есть уточняйте посмотрите не по линке за эти интернет какие государственные цены за куб воды и за киловатт электроэнергии и уточняйте это у владельцев домов чтобы потом не было печально и не получали там какие-то космические счета ну либо если у вас устроится на котором скажет что она будет отличаться то не вопрос тут уже все зависит от вас ну собственно вот такой второй вариант поиска и жилья третий вариант это обратиться к помощи телеграмма ищем чат допустим вот аренда недвижимости фукет так ну вот по количеству подписчиков допустим выбираем вот этот самый большой и тут уже люди выкладывают участники у кого-то тут свои собственности дома квартиры предлагают варианты смотрим какие нравятся по виду по внешнему какие устраивать по цене также даты аренды прописываются тут ну и уже пишем спрашиваем что есть что нет что нравится что не нравится такой же чат и по по авто вот так же здесь выкладывают и байки и машины различные варианты стоимость также различные цены могут зависеть от того на какой срок вы арендуете на месяц может быть одна цена на полугодовой контракт дешевле на годовой еще подешевле депозит также может быть у всех разных разные зависит это от того кто сколько хочет и какая машина ну вот и все собственно рассказали вам про три варианта какой удобен более для вас вам уже решать самим также хотел добавить что в этих чатах очень много русских объявлений то есть тех продавцов или арендодателей которые сдают свои квартиры либо машины очень много русских а русские как бы ну друг на друге сами знаете наживаются то есть они будут просить и депозиты больше и цены у них завышенные и в принципе как бы ну нужно будет искать и выбирать и еще раз предупреждаю не переводите никому заранее депозиты не залоги ничего потому что в 90 процентах случаях вас просто кинут вот и подытожив мы приехали получается сюда в сентябре начали искать себе квартиру в первых числах октября у нас это все заняло три полных дня то есть утра до вечера мы ездили смотрели ездили смотрели ну и тем самым как бы выбирали варианты то есть тогда еще было достаточно много вариантов сейчас высокий сезон народ приезжает и в отпуска и отдыхает ну и плюс по политическим моментам много сюда приехала русских соответственно жилья не так много и нужно будет вам уже как-то подстраиваться и выбирать потому что либо убогое убитое либо очень дорогое жилье которое в принципе там реально там за 100 за 200 тысяч бат как бы но у всех конечно кошельки разные но я считаю что космические деньги сдавать квартиры там либо дома за такие деньги потому что можем привести пример у нас здесь жила подруга 7 месяцев она снимала себе дом в районе биг буду то есть по оборотам биг буду там ну частная такая территория там много домов стоит у нее был двух двухкомнатный дом залом получается собственным бассейном там охрана там подобное всего она снимала это все за 38 тысяч бат в месяц и как только ее контракт подходил концу точнее она его сама там расторгал по своим причинам ей не хотели во первых возвращать депозит потому что на его расторгала но она брала себе годовой контракт а желан тут 7 месяцев не хотели возвращать и депозит и сказали что вообще эту квартиру теперь будут сдавать за 80 тысяч батом за 100 за 100 до за 100 тысяч бат вместе то есть сами понимаете да как цена в три раза почти увеличилась и я не уверен что они даже за 100 сдают потому что дом хороший красивый я думаю что даже больше то есть поэтому вот ну сами видите судить как можете судить как цены просто выросли просто в космос даже сами тайцы в шоке насколько все стало дорого но рынок диктует свои условия сам ходите сюда но это не в таиланде только планируете сюда приезжать и у вас есть сомнения вы можете самостоятельно подобрать какие-то варианты обратиться к нам мы там по деньгам с вами договоримся съездим посмотрим выглядит ли она так как на фотографиях что там какие там нюансы и тому подобное и с решим с вами вопрос удаленно грубо говоря то есть мы сможем быть вашими ногами здесь на пхукете и ногами и глазами ногами и глазами да и вживую посмотреть сколько насколько она соответствует действительности также там если вы допустим вам понравится по видео вы захотите сразу же снять то также как бы можно будет этот вопрос решить переводом денег мы все за вас там внесем эти залоги депозиты на ваши имя все оформим ну как-то так итак друзья стоимость нашей квартиры 10 тысяч ватт в месяц коммунальные услуги это свет вода и интернет в среднем входит где-то в районе двух тысяч ватт в месяц этого мы платим за это жилье получается 15000 ватт в месяц это ребята при условии годового контракта сейчас данный момент квартиру по площади меньше снимает за 26 500 бат со всеми услугами но ребят это в три раза дороже постили сейчас такое по абсолютно по всему таиланду либо нет мест либо просто космические ценники вот на входе в кондо висят вот такие вот предупреждающие таблички что все ребята извините места закончились и сейчас это очень проблематично поэтому пользуйтесь тем способом который мы вам подсказали это поиск на marketplace либо facebook telegram чат и там уточняете узнавать если вам нужна быть какая-то наша помощь можете писать об этом в комментариях мы можем чем сможем тем поможем ответить на ваши вопросы либо возможно там за определенную плату съездим проверим то жилье которое вы хотите арендовать там на наличие там тоже самое там плесень или принципе соответствует ли она действительности потому что как я вам уже ранее сказал что фотографии это одно по факту все может выглядеть гораздо хуже очень редко когда совпадает что фотографии соответствует жилью также если мы забыли что-то указать ли вам что-то непонятно также можете спросить нас в комментариях но все подскажем и ответим на все эти вопросы и да друзья мы поставили себе цель до конца года заработать себе тысячи подписчиков на канале очень сильно вас хотим попросить помочь нам осуществить эту мечту вам несложно нам приятно то есть вместе мы с вами вместе мы сможем добить эту тысячу подписчиков и стать самыми счастливыми людьми на планете то есть вы сделаете нам огромный подарок на новый год поэтому пожалуйста пройдите под видео поставьте лайк подпишитесь на канал и всем спасибо всем пока